Сколько бы ни было подтверждений научной теории, они не могут неопровержимо доказать ее справедливости. Достаточно одного опровержения, чтобы теорию отвергнуть. Это бритва или принцип фальсифицируемости Карла Поппера, выдвинутый им в 1935 году. Он логически приводит к тому, что Поппер назвал познавательной асимметричностью. Утверждение «все лебеди белые» можно опровергнуть, предъявив настоящего черного лебедя и убедившись, что он не измазан мазутом. Утверждение «у этого ангела маленькие крылья» опровергнуть в принципе невозможно, поскольку не определено, что или кто такой ангел. Сам Поппер очень недолюбливал психоанализ за то, что он может равным образом объяснить поведение человека, который спас ребенка из воды, и человека, который столкнул его с обрывом. Опровергнуть выводы невозможно. Стало быть, место психоанализа в метафизике, а не в науке. А вот неочевидное положение теории Эйнштейна могли бы быть опровергнуты, если бы, допустим, свет не отклонялся очень массивным космическим объектам. Под бритву Поппера попадают все гуманитарные общественные науки, от лингвистики до социологии. При этом количественные исследования в этих властях можно экспериментально опровергнуть, а качественные, самые важные для понимания глубинных процессов, особенно в политологии, проверить невозможно. Позднее Карл Поппер отказался от принципа в его жесткой форме и назвал свой подход критическим рационализмом. Главное для него и его последователей осталась возможность критики и опровержения любой научной теории. Сам критерий фальсифицируемости, кстати, нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть с помощью экспериментов или наблюдений. По строгим стандартам Поппера он не может считаться научным утверждением, скорее рассуждением, направленным на улучшение научной практики.